Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим зефир без уваривания из ежевики и черной смородины. Зефир на палочке, на соломке. Десерт за 15 минут. Смело готовьте и удивляйте свою семью домашним зефиром, ведь это так вкусно и полезно! Для сиропа нам понадобится 200 граммов замороженной ежевики, 200 граммов черной смородины. Предварительно ягоды нужно разморозить. Дальше 150 граммов сахара, 50 граммов глюкозного сиропа, если у вас его нет, замените его сахаром, и 8 граммов агар-агара. С этих ингредиентов мы варим сироп. Также понадобится 2 белка и 70 граммов сахара. Я не добавляю лимонную кислоту, так как кислота естественная есть и в черной смородине, и в ежевике. Берем любую миску, перекладываем в ежевику, перекладываем в черную смородину и пюрируем погружным блендером. Теперь мы берем и перетираем ягоды через мелкое сито, чтобы в зефире не было у нас косточек. Вот это, наверное, самый долгий процесс приготовления зефира. Это перетереть пюре через сито. Ну а теперь смотрите, готовое пюре, которое у нас получилось, по весу 200 граммов пюре ежевики и черной смородины. Добавляем 50 миллилитров воды, размешиваем, так зефир будет не таким насыщенным. Теперь добавляем сахар, добавляем глюкозный сироп, если нет, я вам уже говорила, добавляйте просто 50 граммов сахара и добавляем агар-агар. Сила агар-агара 1200, если вы покупаете агар-агар в магазине, берите грамм 12. Если берете агар-агар силой 900, берите 10 граммов. Размешали и ставим сироп на огонь. Сироп варим на медленном огне 6 минут. На второй минуте кипения сиропа начинаем взбивать бюрок. На четвертой минуте кипения сиропа добавляем сахар и взбиваем в высшую массу. Сироп готов! Варили 6 минут до температуры 110 градусов. Я засекала просто время. При этом сироп постоянно нужно помешивать. Во взбитые белки добавляем горячий сироп. После того, как мы влили горячий сироп, я массу взбивала еще 3 минуты. Долго не взбиваем, так как она быстро просто густеет. Сразу же заранее у вас все должно быть подготовлено. Обязательно. Вот у меня, смотрите, насадочка. Одноразовый кондитерский мешок. Показываю. Одеваем на руку. Сегодня я хочу вам показать, как мы сделаем красивую подачу зефира на палочки, на соломки. Полный мешок не набираем зефирной массы, так как потом будет трудно с ней работать. Быстренько работаем, не замедляя. Насадка у меня звездочка. Теперь внимательно наблюдаем. Смотрите, на пергамент с силиконовым покрытием я выдавливаю. Дальше идет у меня соломка. Прикрепили. Ну, а теперь смотрите, какой будет у нас рисуночек. Раз. Два. Сердечко. Ну, и здесь по центру сделаем. Зефир на палочке. Это так удобно. И так красиво. Видите, прекрасно. С помощью этой же насадки можно сделать другой узор для разнообразия. Сейчас покажу. Закрепили соломку. Ну, и, конечно же, насадка небольшая, поэтому из зефирки будут небольшие. Можно сделать маленькие. Теперь беру другую насадку 1М. У меня профессиональная насадка. Это Вилка. Покупала очень давно, еще за границей, когда работала. Быстренько выкладываем следующую порцию из зефирного крема и продолжаем работать. Снова таки вот выдавливаем полоску. Здесь уже немного другой будет рисунок. Я имею в виду, так как другая насадка крупнее, соответственно, и рисунок будет крупнее. Кстати, можно прекрасно украшать сверху торт таким декором. Действительно, просто и без всяких-либо усилий. А главное, это вкусно и детям очень нравится. Также можно сделать сердце, смотрите, раз, два и повторно, чтобы потолще было сердце. Не знаю, мне так понравился этот рецепт зефира без уваривания. Можно сделать с любыми фруктами, это действительно вкусно и быстро, а главное, натурально. Не переживаю. Ну и, конечно, мне очень нравятся зефирные розы. Прям вот очень нравятся. Придавливаем и сейчас будем творить красоту. Бутончики, розы, все что угодно. Берем насадочку. Заметьте, я розы делаю в самом конце, когда немножко уже зефирная масса станет плотнее. И мы потом с легкостью сможем творить красоту. В натуральном зефире иногда проскакивает кожица, шкурка черной смородины. Смотрите, как красиво, а как вкусно, детям как нравится. Это самая полезная сладость. Можно делать небольшие бутончики. Только главное, заранее все подготовьте. Вы же понимаете, что потом на это просто не будет вам времени. Сейчас мы сделаем разные вариации роз. Огар-огар застывает. Но это не помешает нам сделать красивую розочку. Детки с садика придут, а у них дома такая красота. И пошли. Листики нарезала. Листики у меня с пергамента. Вы знаете, уроки по приготовлению зефирной розы в инстаграме продаются. Не знаю, не вижу ничего сложного. Если вы работаете с белково-заварным кремом, то сделать вам зефирную розу вообще нет никакого труда. Но это мне так кажется. Вообще, смотрите. Быстренько. Так, остатки зефирной массы. Покажу, как я делаю насадкой розы. Ребром ставлю ее. И вот делаю еще такой рисуночек. Знаете, бывает, я вот так сделаю и не покажу вам. Потом куча вопросов. Теперь я спокойна. Вы увидели. Зефир с черной смородиной и ежевики оставляем для подсушивания на 8 часов. При комнатной температуре. Смотрите, какая у нас красота. И розочки, и колоски, и цветы, и сердца. Очень красиво. А главное, вкусно. После высыхания, этот процесс у меня занял 8 часов, посыпаем сверху наш зефир смесью сахарной пудрой и кукурузного крахмала. Я взяла приблизительно 20 грамм сахарной пудры и 20 грамм кукурузного крахмала. И немножко вот так присыпаем. Ну, а теперь или попарно склеиваем, или не склеиваем. Сейчас, смотрите, снимаем сердечко и склеиваем. Они хорошо склеиваются. Лишнюю пудру убираем. Зефир прекрасный. Я одну маленькую зефирку съела. Вообще, не приторно сладкий. Такой нежный. Вы знаете, ароматный. Ну, очень мне понравился. Зефир готов. Всем приятного аппетита. Удивляйте своих родных. Домашний зефир просто сказка. Готовьте в удовольствие. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.